Добрый день дорогие друзья! С вами шеф-повар Сергей Легай и компания Мариадор. Сегодня мы будем готовить на гриле креветки ванамей. Эти креветки у нас выращены в Иране, приходят в свежемороженом виде, в блоках по 2 килограмма. Я заранее депростировал, сейчас покажу как легко почистить, а самое главное как легко приготовить. В целом у нас получится замечательное блюдо. Для того чтобы почистить креветки нам понадобятся ножницы. Отступим одну фалангу хитиного фанциря и не дорезаем еще одну. После этого хитиновый панцирь с двух сторон вот таким образом зачищаем. Дальше убираем кишечник. То же самое проделываем с оставшимися креветками. Подчищаем панцирь с двух сторон и снимаем. Вытаскиваем кишечник. Маринад для креветок будет содержать один секретный ингредиент. Вот посмотрите и определите, что это за ингредиент. Итак, нам понадобится такая вот кастрюля, либо миска глубокая. Складываем креветки сюда. Нам потребуется корень имбиря. Очистим и натрем на тонкой терке. Потребуется морская соль. Черный перец. Сухой чеснок. Небольшое количество семян кумина или по-другому зира. Измельчу ее ножом. Если у вас есть ступка, конечно, лучше семечки перетереть в ступки. Чтобы специи лучше пропитали креветку ароматами, добавим оливковое масло. Жиры лучший распортер вкусов и ароматов в мясо либо в морепродукты. Аккуратно размешаем. И теперь пришло время нашего секретного ингредиента. Надеюсь, вы догадались. Это не кока-кола. Это темное пиво. Оставляем креветки мариноваться в течение получаса. Ну что, полчаса наших прошло. Вытаскиваем креветки. Выкладываем креветки в ряд. Маринад нам еще пригодится. Теперь небольшой лайфхак. У нас есть бамбуковые шпажки, при помощи которых мы сделаем вот такую ламбаду с креветками. Ну что, пора подготовить гриль. Раскаленную решетку смажем оливковым маслом. Для этой процедуры подходит только оливковое масло. Именно у него самая высокая температура горения. И отправляем наши креветки на гриль. Рядом выложим креветочки, которые на шпажку не поместились. И заодно посмотрим, чем нам поможет лайфхак с этими шпажками. А пока подготовим лимон. Жарить креветки нужно недолго, потому что в противном случае они станут сухими и жесткими. Примерно 4 минутки с каждой стороны будет вполне достаточно. Я вам сказал, что наш маринад нам пригодится. Из пучка розмарина я сделал вот такой вот венчик. И в процессе обжаривания я буду добавлять вкус к нашим креветкам. С одной стороны это повысит их сочность, а с другой стороны маринад, скапывая вниз на угли, дает особенный аромат и плюс повышает влажность в камере. За счет этого креветки будут готовиться намного быстрее. Обратите внимание, креветки от температуры покраснели. Это говорит о том, что они практически готовы. Видите, креветочки, которые лежат отдельно, в них приходится переворачивать по одной. А креветки, которые мы скололи шпажкой, я сразу много переворачиваю одним движением. Теперь остаются вывернуты шпаги. И теперь выложим наши креветки на тарелку. Жареный лимон. Ну что, дорогие друзья, наши креветки-гриль готовы. Как вы обратили внимание, чистятся креветки достаточно легко, готовятся еще легче, а самое главное быстро, а получается очень вкусно. Поэтому смело используйте креветки в иномель, готовьте ваши кулинарные шедевры, пусть вам и вашим друзьям будет вкусно. С вами был шеф-повар Сергей Легань и компания Мариадор.